Сейчас я вам скажу инсайт, но только давайте с вами договоримся, если я говорю инсайт, то это инсайт, это не значит, что это обязательно сбудется, это не карты Таро, это не кристалл-болл, не хрустальный шар, здесь может быть, может не быть, но настроения такие, которые вынуждают это делать, предвидя возможное поражение демократов на выборах в палату представителей, Белый дом планируют до конца этого года обратиться в Конгресс еще с просьбой о выделении еще одного очень крупного пакета военной помощи Украине, то есть если республиканцы выиграют и уже будут в большинстве, то есть в новом составе они уже будут работать только с начала следующего года, а до этого года есть еще воздух, есть еще вариант для маневра. Ну так вот, значит, будем надеяться, что это произойдет. Республиканцы, как мне рассказывают, они не столько идеологические противники помощи Украине, сколько оппортунисты, то есть при помощи пропаганды, в том числе Fox News, большого друга Путина и Кремля, Такера Каурсона, среди избирателей, особенно республиканцев, раскручивалась тема, что инфляция, которая является одной из самых основных проблем на предстоящих выборах, эта инфляция раскрутилась из-за непомерных расходов демократов за прошедшие два года, в том числе на помощь Украине, на беспрецедентную помощь Украине. Ну и при этом, конечно, не объясняется народу, что, как известно американским экономистам, инфляция от военной помощи зарубежным странам, но она никак не зависит. Но обывателю удалось это промыть мозги в значительной части, прежде всего республиканских, и исход предстоящих выборов не определен, поэтому есть всевозможные варианты, и все зависит от того, какая будет ситуация буквально за 2-3 дня до выборов.